Это прямой эфир. Здравствуйте. 31 августа ветеринарные работники отметят свой профессиональный праздник. Не только добрые айболиты. Эти люди помогают защищать территории от инфекционных болезней, обеспечивают безопасность продуктов питания и, конечно, лечат и спасают животных. И больших, и маленьких. И я рада приветствовать в нашей студии начальника управления ветеринарией Ставропольского края Дениса Тарануху. Денис Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, поздравляем вас с наступающим праздником. Спасибо большое. Многие из нас в детстве, мне кажется, хотели стать ветеринарами. Куда-то это желание с возрастом улетучивается, такая романтика проходит, остаются по-настоящему преданные своей мечте и цели люди в этой профессии. Как вы пришли в профессию? Ну, в определенном возрасте принял решение поступить на факультет ветеринарной медицины. И в первый год поступления поступил, отучился пять лет и получил, соответственно, диплом. И после получения диплома практически сразу пошел работать по профессии. Ну, то есть это стало делом жизни, получается, да? Получается, да. Но вы как-то проявляли интерес к профессии в детстве? Ну, знаете, я сам родом из села, наверное, вот это было ключевым моментом, который определил, ну, почему решение было принято в пользу этой профессии. Но у нас сельскохозяйственный регион, важно обеспечивать в том числе эпизоотическое благополучие, да? Давайте теперь о буднях профессии ветеринаров. Как проводится такая работа? Вы знаете, в настоящее время губернатор края и экономические условия ставят цель, не цель даже, можно сказать, а ставят задачи развивать сельское хозяйство. Чем наши регионы занимаются? В этом задействованы ряд министерств и других ведомств. А ветеринарная служба, она стоит на страже развития животноводства, потому что без ветеринара невозможно обеспечить благополучие территории региона по инфекционным болезням. И, соответственно, невозможно обеспечить благополучное развитие отрасли животноводства. В нашем крае в последнее время интенсивно развивается птицеводство. Мы, наверное, на втором месте в России находимся по производству мяса птицы. Первые находимся по экспорту мяса птицы. Интенсивно развивается свиноводство. У нас есть крупные свиноводческие предприятия, на которых одномоментное содержание порядка 250 тысяч животных. Достаточно большое поголовье мелкого рогатого скота в крае. Это порядка 1,2 млн голов. Крупный рогатый скот есть порядка до 300 тысяч голов. Ну и так далее можно перечислять. И невозможно обеспечить ведение того или иного вида животноводства без ветеринарной службы, потому что служба обеспечивает благополучие как всей территории по инфекционным заболеваниям, так и отдельных предприятий. И только при отсутствии инфекционных заболеваний животноводство может вестись без каких-либо ограничений. Могут без каких-либо ограничений сдаваться, продаваться продукты животноводства. Это и мясо, и шерсть, и шкуры, и молоко. Ну то есть огромная цепочка. Да, цепочка, можно сказать, очень огромная. И переоценить в этой цепочке значение ветеринарной службы невозможно, поскольку она является ключевым на стадии и ведения того или иного водства, и на стадии реализации продуктов животноводства, продуктов сельского хозяйства. Ну вот скажем, какие они будни земского ветеринара? Как вообще представлена в округе, в районе ветеринарная служба? Ветеринарная служба вообще в целом в крае, она имеет такую структуру. Стоит управление ветеринарией во главе службы и 31 подведомственное учреждение. Это краевая станция по борьбе с болезнями животных, краевая ветеринарная лаборатория и 29 районных и городских станций по борьбе с болезнями животных. Если говорить о штатной численности, то служба укомплектована порядка на 80-85 процентов. Фактически сотрудников в службе порядка 1800. Говоря о буднях ветеринаров, то они, скажем, достаточно такие нерадужные, поскольку работа ветеринара тяжелая. Когда все хорошо, это один вопрос. Проходят плановые обработки животных, проходят плановые исследования животных, и все как бы идет своим чередом. Но если случается какое-либо непредвиденное обстоятельство, вспышка той или иной болезни, то, скажем, служба моментально приходит в боевую готовность, но для того, чтобы в очень сжатые сроки ликвидировать очаг возникшего заболевания. Все вот эти филиалы работают как единое целое, единый организм, когда что-то случается. Конечно, конечно. А как, ну, например, африканская чума свиней, да, где-то выявлен очаг, как подключаются остальные? Возможно, идет такая мощная работа на профилактику в этот момент. Ну, вы знаете, о профилактике африканской чумы свиней говоря, стоит сказать то, что специфических мер профилактики нет, то есть нет вакцины в мире. И тут стоит уделять внимание только культуре ведения животноводства. Владельцы животных должны обеспечить биологическую защиту своего предприятия, будь то крупное животноводческое предприятие или личное подсобное хозяйство. Туда не должны попадать посторонние люди. В корм животным не должны скармливаться продукты, скажем, пищевые продукты с человеческого стола, да, потому что есть риск занести возбудителя заболевания, ну, через элементарный фактор. Потом не должно быть контакта с дикими кабанами. Должны проводиться противопаразитарные обработки свиней и помещений, и территории, где они содержатся, так как возбудитель может быть занесен с кровососущими паразитами. Вот все эти меры, они должны выполняться, и только это может быть гарантом того, что возникновения данного заболевания не будет. Но мы постоянно об этом упоминаем, но стало ли реже проявление африканской чумы свиней? Ну, вы знаете, в этом году на территории края выявлено 5 инфицированных объектов и 2 эпизотических очага. Если говорить о территориальности, то 4 инфицированных объекта это на территории вблизи двух населенных пунктов Апанасенковского района, один объект вблизи села Овощи Туркменского района и внутри села Овощи 2 эпизотических очага. Но всему этому способствует очень сложная напряженная ситуация по африканской чуме свиней как в мире, так и на территории Российской Федерации, поскольку вспышки, они не прекращаются и они только нарастают. Тем не менее, на тех мы пока остановились. Вот мы с вами встречались, когда все было выявлено, больше новых не было. Остановились и будем надеяться, что больше на территории края их не будет. А как отработали? Какие барьеры, возможно, выставили? Мы отрабатывали в соответствии с требованиями правил, утвержденных Минцельхозом России. Поголовье в населенном пункте в селе Овощи было изъято за три дня, то есть очень оперативно. Были, соответственно, еще до изъятия поголовья, на стадии установления диагноза, были выставлены ветеринарно-полицейские посты для контроля транспорта, который выезжал из населенного пункта для того, чтобы минимизировать риски разноса данного заболевания, чтобы предотвратить разнос данного заболевания, чтобы предотвратить несанкционированный вывоз продукта убоя или тем более живых свиней. Вся эта работа оперативно была организована Управлением ветеринарии районной станции по борьбе с болезнями животных совместно с администрацией. Администрация тоже принимала там очень значимую роль. И вся эта работа была оперативно проведена. И что касается Апанасенковского района, то сегодня мы подаем представление на имя губернатора об отмене этих ограничительных мероприятий в четырех инфицированных объектах. Так как вся работа была выполнена, мы чуть больше месяца выждали, наблюдали за ситуацией. Никаких обострений не было. И поэтому мы подаем документы для отмены этих ограничительных мероприятий. По компенсациям вопрос решился, решается? Да, этот вопрос на стадии решения находится. Всем, у кого пострадало поголовье, да? Да, там, где было изъятие живого поголовья, там будет этот вопрос решен. Но вы сказали, проводятся диагностические исследования животных. А насколько часто они проводятся? И есть ли возможность как раз и проверить, насколько вообще ведется хозяйство? Есть ли угроза занесения африканской чумы свиней? Если мы говорим о плановых обработках животных, то они проводятся два раза в год. Это весна и осень. Если говорить о конкретном случае, к примеру, по Носенковский район, то после первого выявления инфицированного объекта мы в течение очень сжатого времени проверили на наличие возбудителя заболевания два этих населенных пункта. Это село Манноческое и село Киевка, где не был выявлен генетический материал возбудителя данного заболевания. Работа проводилась совместно с Россельхознадзором. Мы исследовали две лаборатории, краевая и федеральная. То есть от каждого животного по две пробы отбиралось, для того, чтобы результат был, скажем, подтвержденный одной и другой лабораторией. И потом во светслужба районная станция отобрала в оставшихся 11 населенных пунктах по Носенковского района кровь от всего поголовья свиней. Были проведены исследования, и также возбудитель заболевания не был выявлен. Кроме того, на территории района в селе Дивном имеется одно мясоперерабатывающее предприятие. Мы на этом предприятии от всей той продукции, которая на момент нашего захода туда имелась, это было 208 упаковочных единиц, 206, извиняюсь. Отобрали 206 проб, провели исследование на наличие африканской чумы свиней, и также диагноз не был установлен. То есть работа была проведена колоссальная. Аналогичная работа проводится и по факту выявления африканской чумы свиней в Туркменском районе. Ну да, управление ветеринарией ведет свой мониторинг в целях контроля за обеспечением безопасности продуктов животного происхождения. В принципе, в любой период, правильно? Не только, когда случаются какие-то такие вещи. Много нарушений в ходе таких проверок находят. Какие они? Ну, вы знаете, говорить о нарушениях я не буду, поскольку контрольно-надзорными полномочиями мы не обладаем, мы ветеринарный надзор не осуществляем. Я буду говорить только о той работе, которую мы проводим. Работу, направленную на своевременную диагностику того или иного заболевания и о профилактических мероприятиях. Если говорить об этой работе, то, допустим, за прошлый год было проведено на территории края около 900 миллионов вакцинаций животных и птиц и около 7 миллионов диагностических исследований животных и птиц. То есть работа эта очень колоссальная. Каждое животное практически по несколько раз в год исследовалось. Если вы спросите, почему столько много, там 900 миллионов, 7 миллионов. 900 миллионов, потому что у нас достаточно мощная 7 птицефабрик на территории региона. И тур по выращиванию птицы составляет от 38 до 42 дней. То есть за год порядка 7,5 туров выращивает каждая птицефабрика птицы. А на птицефабриках содержится порядка 22 миллионов. То есть мы умножаем, и получается там порядка 150-160 миллионов птиц проходит через наши птицефабрики. И, соответственно, каждая птица получает несколько вакцин. Вот отсюда и складывается цифра. На первый взгляд, она, можно сказать, нереальная. Космическая. Обыватель может и не поверить, но арифметику я вам назвал. И то есть все складывается, но работу ветеринарная служба проводит колоссальную. Передвижные мобильные ветеринарно-санитарные посты. В каких округах они у нас уже есть? Как работают? У нас 10 станций имеют такие посты. Приобретались они для того, чтобы оперативно обеспечивать дежурство ветеринаров. Как раз-таки в таких случаях, когда возникает африканская чума свиней, гриб птиц. Ну, в тех случаях, когда необходимо и законодательством предусмотрено выставление ветеринарно-полицейских постов. Вот на эти случаи они приобретались, скажем, на сегодняшний день их в крае в достаточном количестве. То есть 10 постов мы имеем, мы обеспечиваем необходимое дежурство. И также мы имеем дезинфекционную технику. У нас 14 единиц техники, на базе которой установлены дезинфекционные установки, которые также задействованы при ликвидации очагов заболеваний, позволяют оперативно проводить всю ту работу, которая требуется. А какие-то учения есть у ветеринаров? Учения тоже есть по поручению Минсельхоза страны. Ветеринарная служба каждого субъекта Российской Федерации должна провести не менее двух учений в год. Но мы проводим на территории нашего региона порядка шести учений в год по разным заболеваниям. Это не повторение, а разные заболевания. Это и африканская чума свиней, и гриб, и птиц, и оспа, овец, и косы, и ящур, и сибирская язва и так далее. Проводим это для того, чтобы служба, она и так готова, ну, чтобы как повторение мать учения, чтобы вот это было. Чтобы не забыли, как отрабатывать. Да, и наши учреждения, когда готовятся к проведению таких мероприятий, они повторяют законодательство, готовятся, потому что по ходу учений мы можем их на время остановить и спросить того или иного начальника учреждения, даже не того учреждения, которое проводит учения, что прописано в тех или иных правилах. Экзамен, получается, сдается постоянно. Да, потому что, ну, этого требует ситуация, чтобы человек мог ориентироваться в ситуации и молниеносно мог принимать решения. Какая в целом у нас эпид-обстановка сегодня по инфекционным заболеваниям? Мы обсудили африканскую чуму свиней, а по остальным? Тот же самый бруцеллез, например. Вы знаете, если говорить в целом по эпид-ситуации в крае, то она за последние годы значительно улучшилась. Если берем бруцеллез, то за истекший период 2023 года на территории нашего региона выявлено 13 очагов бруцеллеза, в то время как за прошлый год было выявлено 24 таких очага. Если брать несколько лет раньше, то в крае выявлялось по 40, по 50 очагов. Да, работа проводится, и она эффективна, поэтому наблюдаем такую картину. Если говорить о бешенстве, то в этом году бешенства пока выявлено не было. В прошлом году был выявлен один очаг бешенства, а годом ранее, в 2021 году, было 7 очагов. К тому же предшествовала колоссальная работа, которую провела государственная ветеринарная служба. Но мы вот говорим о сельскохозяйственных животных. А дикие животные насколько часто в подворье заходят? К людям вообще приходят? Ну вот об этих случаях я по бешенству и говорил. То, что все выявлялось, это выявлялось, скажем, благодаря тому, что из дикого резервуара возбудитель попадал, скажем, в культурное ведение животноводства. И мы проводили вакцинацию в дикой природе совместно с Министерством природных ресурсов и охраной окружающей среды. И получили такой эффект, который получили, что кратно сократилось количество очагов по бешенству. Как же вы вакцинируете диких животных? Это интересный процесс, мне кажется, очень простой. Ну, раскладывается вакцина в местах наибольшего скопления диких хищников. А, это при корме получается? Да, они съедают эту вакцину, она, видимо, для них привлекательна по запаху, по вкусу. И получают, соответственно, антиген, на который вырабатываются антитела и формируется иммунитет в дикой природе, что сокращает случаи возникновения бешенства. Ну, а так, дикие животные приходят к людям? Ну, приходят, но, скажем, мы эту статистику не ведем. Мы об этом знаем только, когда уже пришло, оно что-то натворило, там, покусало домашний скот. Тогда проводятся исследования, и, соответственно, в случае, если устанавливается диагноз, то принимаются меры. Но не стоит очаровываться лисицей, которая подошла к детям, да? Потому что, скорее всего, это будет признак бешенства, правильно? Да, если дикий зверь смелый, ведет себя неадекватно, ну, для него, то это должно в любом случае человека настораживать, и человек должен избегать контакта с ним. То есть зайцы, ежи туда же относятся? Любой дикой зель. Лучше, да, контакт исключить для того, чтобы потом не получать дозу антирабической вакцины. Ну, например, если человеку от этого ничего не будет, а можно ли с диким животным занести домашнему животному инфекцию? Ну, инфекция заносится, если говорить о бешенстве, то она заносится при укусах. Когда есть ослюнение раны, дикое животное кусает домашнее животное или человека, и вот здесь слюной с кровью происходит заражение. Поэтому после покуса в обязательном порядке нужно проходить вакцинацию, не дожидаясь установления диагноза у дикого животного. Если говорить о других заболеваниях, о африканской чуме свиней, то она передается разными путями. Если дикий кабан зашел на подворье, и условно, если он инфицированный, то просто при контакте может передаться заболевание воздушно-капельным путем, алиментарным путем. Это я все немного ранее перечислял. То есть это все нужно минимизировать, и тогда мы, скажем, исключаем значительный процент возникновения заболеваний в нашем культурном животногоодстве. Давайте еще о материально-технической базе региональной ветслужбы. Как вы оцениваете ее состояние сегодня? Какой общий объем финансирования на эти цели поступает? Объем финансирования, скажем, поступает достаточно приличный. Порядка 700 миллионов правительство выделяет на проведение противоэпизотических мероприятий. Также служба обеспечена транспортом, частично я уже называл это дезинфекционные установки и передвижные мобильные посты. И у нас есть инсенераторы, в которых происходит сжигание биологических отходов. И просто автотранспорт мы имеем для передвижения сотрудников в нужные места. То есть материально-техническая база находится на приличном уровне. Были ли с начала года изменения какие-либо в ветеринарное законодательство? В последние годы, даже в последнее время, изменения в ветеринарном законодательстве проходят довольно часто. Это меняются и выходят правила, регламентирующие содержание животных. Меняются правила по борьбе с заболеваниями животных. Это и африканская чума свиней, и бруцеллез, и ящур, и сибирская язва. То есть обновления происходят довольно часто. Внедряются ли инновационные методы? Как вообще в ветеринарии помогает наука? Или здесь не та сфера, чтобы экспериментировать? Ну, вы знаете, наука, она работает, можно сказать, параллельно, потому что разрабатываются какие-то вакцины, и потом они вводятся в оборот. Вот если брать ситуацию последних полутора лет, то все ожидали, что будет какой-то коллапс в связи с тем, что импортные препараты не будут поступать. Но импортозамещение произошло, и мы, госфедслужба, мы не почувствовали вообще то, что, допустим, какие-то импортные препараты ушли с российского рынка. Ну, хочется о людях, потому что уже скоро, совсем скоро день ветеринарного работника. Кто сегодня трудится в службе края? Есть ли ветераны, которые у руля до сих пор находятся? Ну, знаете, и ветераны есть, и молодые сотрудники есть, и средний возраст есть. Если выделять какое-то отдельное направление, скажем, это, наверное, будет неправильно, потому что все звенья службы, они взаимосвязаны, они важны для обеспечения той основной задачи, которая стоит перед службой. Я скажу, что все трудятся очень достойно, труд ветеринара нелегкий. И в связи с празднованием Дня ветеринара у нас в этом году более 120 награждаемых сотрудников службы. Это награды разных уровней. И почетные грамоты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и благодарности этого же ведомства, и почетные грамоты губернатора Ставропольского края, и награды управления ветеринарией. Всего более 120 наград. Поэтому, скажем, назначенный час мы их вручим тем, кто... Ну, в этом году вручаем одним людям, в прошлом году другим вручали мы... Но труд не остается незамечен. Не остается, безусловно. Как сегодня готовят специалистов в ветслужбы края? Новых специалистов? Вы знаете, у нас ежегодно люди проходят повышение квалификации. У нас стоит такой график, чтобы человек не реже одного раза в пяти лет проходил повышение квалификации. Но за этот год у нас, то есть получается, 20% службы в год проходит повышение квалификации. Но по нашим, скажем, расчетам в этом году порядка даже 25% сотрудников службы пройдут повышение квалификации. Что бы вы от себя пожелали в праздник специалистам? В первую очередь я хочу пожелать всем сотрудникам службы, их семьям здоровья, материального достатка и благополучия. Чтобы те стержни, которые внутри людей есть, чтобы они не сгибались, не ломались. Потому что профессия ветеринара, она действительно нелегкая, сопряжена с тяжелым трудом. Чтобы те стержни, которые у людей есть, они также оставались у них. Но самое главное – здоровье. Какие правильные слова. Спасибо вам большое и вас тоже с праздником. Мы присоединяемся к поздравлениям. Все программы телеканала «Своё ТВ» и, конечно, прямые эфиры вы всегда можете найти на нашем сайте stv24.tv. Вы всегда открыты для связи. Мы и вы. Находите нас в социальных сетях, звоните прямо в студию. Телефон 8-8652-333-020. Увидимся на своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова